Демонстративное сближение Токаева и Алиева Все как бы прекрасно. Но мы же понимаем, что эти две страны имеют близкие отношения и с Турцией, и их двусторонние отношения строятся на формате пан-тюркийских, во многом тюркийских вот этих мировоззренческих парадигмы. Они параллельно участвуют в проамериканских переговорах, договоренностях, учениях, проводят консультации с американскими и британскими специалистами. Поэтому вот это сближение, оно где-то на поверхности выглядит как развитие партнерских отношений, что можно только приветствовать между двумя странами, при этом культурно-языковом плане близкими. А где-то если поглубже посмотреть, то конечно это несет достаточно очевидно угрозу и российским интересам в регионе, потому что такое вот сближение, оно проходит на основе во многом идеологии, которая не направлена сама по себе против России, но Россию исключает из своей картины мира и политического устройства, регионального политического устройства, которое они видят идеальным для себя. Владимир, наиболее Kopra, в scheme Вы относите к регионе, в районном Кавказе, которые мы понимаем о Квасе, пока мы не можем говорить о Квасе. А в регионе Южного Кавказа какая роль отведена Грузии? Не будем забывать, что Грузия единственная страна, через которую осуществляется связь Армении с Россией. Грузия во многом изменила свою позицию за последний даже год. Мы видим, что вопреки ожиданиям Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям. Грузия занимает более сдержанную, взвешенную позицию в отношении России и Армении. Конечно, да, Грузия пережила грузинское руководство, провело работу над своей картиной мира, стратегией своей. И решила занимать более взвешенную позицию в отношении России и Армении. Но мы не должны забывать о том, что Грузия во многом находится под контролем Соединенных Штатов. Это вообще не секрет, что там практически в каждом департаменте существует американский консультант, эксперт. Который практически может говорить о том, что Грузия во многом является страной, находящейся под внешним управлением. И степень свободы принятия решений для нас непонятна для Грузии. А в какой момент вот эти внешние силы возьмут и скажут, меняем позицию. Мы с вами не согласны, мы вам страняем от руководства и меняем позицию. В частности, речь идет и о том, что в течение этого года были попытки провоцирования новой цветной революции. Потому что американцев уже явно не устраивает вот это колеблющееся руководство, которое они сами привели к власти, но колеблющееся руководство. А сама Грузия, она занимает именно взвешенную позицию. Не пророссийскую, а более взвешенную. А взвешенная позиция, к сожалению, она заключается в том, что они будут учитывать интересы всех стран региона, в том числе и Азербайджана, и Турции. И если возникнет новый военный конфликт, а такая вероятность, она не иллюзорна, то вероятность того, что Грузия возьмет и перекроет поставки продовольствия, оружия, воинских контингентов из России, вполне существует. И это вполне даже вписывается и в сегодняшнюю парадигму. То есть они не антироссийская, не антиармянская, но и не пророссийская сила на данный момент. Очень существенный вопрос в том, что через Грузию проходят все транспортные коридоры в Армении. Нормальная торговля, нормальное развитие экономическое Армении на данный момент невозможно, потому что существует одна единственная дорога в Иран, которая контролируется полностью армянской страной, а уже в Россию транспортный коридор в любой момент может быть перерезан. Более того, все транспортные потоки, идущие через территорию Грузии, они могут досматриваться, контролироваться, и неугодные товары могут исключаться из транспортной логистики, из грузоперевозок. Без серьезной нормализации отношений с Грузией вопрос этот, к сожалению, невозможно урегулировать. Сейчас обсуждается в интернете, в экспертном сообществе вопрос о морских поставках через порт Поти в Россию транспортный груз. Ну, очевидно, что этот поток так же легко перекрывается, потому что он все равно проходит через территорию Грузии. Во-вторых, он очень сложен логистически, потому что необходимо перевезти товары до порта в Поти, а потом разгрузить, через море перевезти в Россию, опять погрузить на железнодорожные вагоны, либо на автотранспорт и дальше везти. Плюс эти объемы, они все равно очень малы. Для того, чтобы развивался сельскохозяйственный, промышленный рынок Армении, необходимо надежные, желательно железнодорожные поставки. А для этого необходимо возобновить железную дорогу через Абхазию. А Грузия на данный момент... Которое сейчас невозможно. Невозможно.